10 325 административных протоколов за нарушение ПДД было составлено сотрудниками госавтоинспекции за 11 месяцев текущего года. Несмотря на это, уровень дорожно-транспортных происшествий на дорогах города и поселка Искатели остается стабильным. Как снизить аварийность и в чем причины ДТП, обсудили члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Наринмаре. Время дорожного движения произошло по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна, обочин, отсутствия тротуаров, ограждений, а также некачественного и несвоевременного обслуживания дорог в зимнее время. По факту некачественного совещания уличной дорожной сети сотрудниками дорожного надзора отдела ГИБДД выдано 177 предписаний на устранение недостатков. Из них 23 после совещания ДТП, совершено при неплодоприятных дорожных условиях. Сотрудниками ГИБДД на территории города и поселка Искатели установлено 7 мест концентрации ДТП. Таким местом признается участок протяженностью 400 метров, на котором произошло 3 и более ДТП за один год. Это участки на федеральной дороге по адресу улицы Рабочая, дом 7 и район городского моста. На центральной дороге Наринмара в районе улицы Авиаторов дом номер 16. Четыре места концентрации ДТП установлено на территориальной дороге Наринмар поселок Искатели. В районе городского АТП поселка Сахалин, лесозаводского моста и между остановками нефтебазы и поселка Факел. Основные причины аварии те же. Отсутствие тротуаров, недостаточное освещение, либо его отсутствие, наличие колеи в асфальтовом покрытии. Сотрудники ГИБДД отмечают, для снижения аварийности необходимо проведение реконструкции центральной дороги, строительство тротуаров, реконструкция освещения, установка ограждений и светофоров. Представители муниципалитета, в свою очередь, заверили, работа в этом направлении ведется. В администрацию мы разработали, вернее, свои пожелания изложили на бумаге, где необходимо строить дороги объездные, какие дороги нужно расширять, понимаем, какая загруженность дороги на Наринмаре. Кроме того, ведется работа по освещению наиболее аварийных участков дорог, устанавливаются ограждения, а к концу года ожидается прибытие 27 единиц уборочной техники, грейдеров и самосвалов.